Слава советским воинам-освободителям! Ура! 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 Браты, кто ещё? Пожалуйста. Давайте, давайте. Документы, которые юринных дедов, юринных родственников. Девочек, покажи просто, покажи. Здравствуйте. Привет, мой дорогой. Это удостоверение, это юбилейная медаль. Но вот, чтобы вы видели, это деда за освобождение Дерлина. Это за взятие Праги. Ветеран труда, красноармейская книжка. А это медаль за Твагу. Это по поводу того, что украинцы служили фашистам. Что они освобождались дома. Что они освобождались с выстроен. И не только свою Украину освободили, а они освободили всю Европу. Вот такие украинцы. И хочу напомнить, что именно Алексей Берест, лейтенант, был один из тех, кто поднял знамя над Рейстагом. Вот что такое украинская нация. Спасибо большое. А это дед? Это твой дед. Давай уже скажем спасибо деду за победу. Спасибо, давай. Спасибо деду за победу. За перемогу. Раз, два, три. Спасибо деду за победу. Дорогие друзья, поздравляю вас со светлым праздником победы. С днем великой победы. Этот день наши родственники, наши украинцы, советские солдаты, 15, как минимум 15 союзных республик добивались этого дня днем и ночью, кровью и потом. И нам, как благодарным, я считаю, потомкам, необходимо не забывать о том, что такое 9 мая. 9 мая – это великий день, это великий день победы. И мы, общественная организация «Братья», очередной год подряд на своем примере показываем, что и сегодня никто не забыт, ничто не забыто. Дорогие украинцы, дорогие друзья, я не знаю, едины ли мы в этом порыве и мнение, но нам необходимо понимать, что 9 мая – это святой праздник. И мы должны объединяться на почве его и никогда не ставить под сомнение героический подвиг наших дедов, отцов и прадедов. С Днем Великой Победы! Ура! Приветствую всех людей свободной воли. 9 мая для меня, в первую очередь, праздник духа, мужества, чести, памяти нашим дедам-прадедам, которые воевали. Вот я хочу обратиться еще ко всем людям, здравомыслящим, которые не зомбировали наше телевидение продажное. До тех пор, пока мы помним наш род, до тех пор, пока мы помним наших родителей, до тех пор, пока мы помним наших дедов, мы живы и наши дети и правнуки будут живы. Поэтому сегодня достаточно большое количество людей здесь, покажи, достаточно большое количество людей, это тем, кому не безразлично то, что сейчас у нас происходит. И поэтому не верьте люди тем, кто говорит, что на Украине и в Киеве люди забыли про своих предков и про своих дедовых прадедов. Помнили, помним и будем помнить, и наших детей будем этому учить. Поэтому пока мы живы, и наша память тоже жива. Всем добра и мужчины, будьте мужчинами, будьте защитниками, берегите нашу землю, и тогда и наши дети будут жить в богатстве и в праведности. Днем Победы! Ура! 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 Слава Красной Армии! Освободительница! Ура! 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 Смотрите, сейчас очень многие пытаются придумать такой нарратив новый, там, примирение, скорбь и так далее, так далее. Да, помнить надо погибших, вспоминать, примиряться. Победа, ну, поймите, есть такое понятие. Победа. Победа над нацизмом. Все, других слов не надо. Вот, есть победа над нацизмом. Никакой другой победы нет. Какой-то там полупобеды, и еще что-то. Есть победа над нацизмом. Это самое главное. И вчера буквально я вспоминал своих ушедших родственников, дедушек по материнской, отцовской линии. И мне просто потрясла мысль, что все мои родственники, все мои ушедшие на войну дедушки были непризывного возраста. Они все подделывали метрику, извините, я не помню, как это правильно называется, и выходили на год, на два раньше, чтобы попасть на фронт. Это я к тому, что сейчас я такого не встречаю. Они рассказывают про Великую войну, там, против кого-то. Вот, сейчас этого нет. Вот, сейчас платят, чтобы откупиться. Вот, от войны. А тогда это все люди делали по зову сердца, по зову души. Они шли защищать своих близких, свой дом, свою родину. И делали это без всяких мыслей. Притом делали все. Не было такого, чтобы кто-то отсиделся там, кто-то спрятался. Все национальности, все социальные группы, все возраста, все шли одной большой страной. Вот, и одной страной победили. Слава советским воинам, освободителям. Слава советскому народу, победителю в Великой Отечественной войне. Слава спецназу. Ура! 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 Спасибо. Здравствуйте, братья. Хочу всех поздравить с Днем Великой Победы, 9 мая. Победы над нацизмом, победы жизни над смертью. Это день, когда мы должны и обязаны помнить тех, которым мы обязаны жизнью. Масса примеров можно привести в ту войну, как на передовой, так и в талах, когда после чего пошло выражение, из этих людей можно делать гвозди. Очень много людей, которые просто поражают своим примером. Таких, такого примера должны сейчас мы наследовать, их потомки, воплощая, скажем так, их мечты, хорошей жизни. Здесь у нас сейчас в стране. Поэтому, скажем так, мы и словом, и делом не должны забывать их подвиг и должны реализовывать их благие и созидательные стремления. Сейчас, в наше время, у нас в стране, в каждом городе. С Днем Победы! События, происходящие в последнее время в Украине, нам свидетельствуют и показывают, что народы разделяют, а историю навязывают. Кроме того, еще ее и переписывают. А еще хуже, когда нам говорят, что мы неправильно мыслим, неправильно делаем и мешают людям просто отдать дань уважения, памяти нашим ветеранам, которые склонили, сложили головы в Великой Отечественной войне. В том числе, когда они пытаются одеть ордена и медали. Но в этой связи все здравомыслящие люди весьма понимают, они рады и бодры духом, что есть такая общественная организация, как «Братья», которая стала сегодня организатором сегодняшней акции «Никто не забыт, ничто не забыто». Спасибо всем здравомыслящим людям, спасибо всем нашим единомышленникам за поддержку. С Днем Победы! Ура! 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 Это день, когда люди показали жертвенность. То есть это подвиг нашего народа. Люди отдавали жизнь, чтобы жили их потомки, чтобы жило наше Отечество. И вот сейчас некоторые определенные силы хотят украсить некоторый политический цвет. Но люди защищали родину, они не шли как бы за лозунги. Да, была в то время правящая партия, но это подвиг не какой-то политической силы, это подвиг всех народов, даже и православных, и мусульман. И мы должны все в этот день чтить и гордиться этим днем. Из нас просто делают какую-то нацию потерпевших, для которой нет праздников. Так что призываю всех граждан, сограждан, помнить этот день и приходите объединяться, потому что никто кроме нас. С Днем Победы! С Днем Победы! Вот это украинцы. Вот украинцы, которые освобождали нашу страну. И не только с Россией, но и Европу. Спасибо большое. Спасибо, братья. Ура! Сдавьте литературу. Это история и таких. Аккуратно. Аккуратно. Мы еще и внукам передадим. С Днем Победы! С Днем Победы! С Днем Великой Победы! Спасибо. Края, края, пожалуйста, чуть-чуть. Подтяните края. Ну что?